Третьего дня дядя Зуй мне и высказывает. Представляете, Вячеслав, до сих пор встречаются люди, которые не в состоянии отличить друг от друга электровозы ЧС-4Т от ЧС-2Т. Я ему, «Ой, да шо твой грязный род говорит?» А он мне, «Да нет же, сам давечу слышал краймуха в автобусе, как один дядя сказал, шо то фигня, шо это фигня». Вот мы и решили запилить ролик, дабы помочь разобраться в поставленном вопросе. Если по-простому ЧС-2Т и ЧС-4Т отличаются родом тока, которым питаются. Если джентльмен видит, что в контажке течет переменный ток, то значит будет электровоз ЧС-4Т. И наоборот. Что? Вы не можете на глаз отличить переменный ток от постоянного? Ну, мы правда тоже не можем. Поэтому придется пристальнее рассмотреть эти машины, чтобы найти эти треклятые отличия. Первый слайд, пожалуйста. Во! Сверху ЧС-4Т, снизу ЧС-2Т. На взгляд левого джентльмена два одинаковых красных паровоза. Но по факту совершенно разные электровозы, имеющие, впрочем, и общие элементы. Наиболее сильно различается, пожалуй, крыша. С нее и начнем. Перечислим отличия в порядке убывания. Первое. Жалюзи заборов воздуха. На ЧС-4Т в средней части крыши и по бокам от нее расположены восемь секций элегантных прямоугольных элементов для всасывания охлаждающего воздуха. По краям еще по две секции уже для реостатного тормоза. Низенькая для забора воздуха, а высокая для его выхлопа. Что касается ЧС-2Т, то жалюзи для реостата расположены посередине. Массивный выступ на два элемента. А остальные жалюзи, по типу как на ЧС-4Т, уже по краям. Второе. Расположение крышевого оборудования. На ЧС-4Т по краям крепятся главные воздушные резервуары, а уже за ними токоприемники, типа 2СЛС-1, очень удобные в обслуживании. На ЧС-2Т наоборот, сначала рога, затем резервуары. Думается, в первом случае резервуар сможет при необходимости спасти токоприемник от повреждения, приняв на себя удар от, например, провисшей струны контактной подвески и тому подобного. На ЧС-2Т, получается, удар придется сразу по рогу. Сами токоприемники также легко отличить друг от друга. На переменном пантографе две подъемные пружины в кожухах, а на постоянном одна. Ну а про всякие изоляторы, ГВ, разъединители и упоминать не будем. Все равно их не видно с земли. Главное, чтобы джентльмен понимал, на ЧС-4Т этих изоляторов плюс сто пятьсот. А на ЧС-2Т кот наплакал. На крышу подивились, перейдем к кузову. Как известно, ЧС-2Т впервые был построен в 1972 году, на год позже, чем первый ЧС-4Т. И кузов для постоянника был позаимствован от переменного Чеха. Но поскольку внутренности машин очень отличаются, то и кузова пришлось дорабатывать. Начать с того, что ЧС-2Т короче переменного собрата на целые метры, еще 60 сантиметров. 18920 миллиметров против 19980 миллиметров. Хотя высота одинакова у обоих электровозов. Как по нам, большая длина ЧС-4Т делает его пропорциональнее, нежели ЧС-2Т, который выглядит немного кургузом. Второе. Ступеньки. На ЧС-4Т их две штуки. А на 2Т целых три. Для сравнения на вылах, лишь по одной ступеньке. Нефс лишнего не сделает. Боковые окошки. Это уже третье отличие. Хотя их по шесть штук и там, и там. Но на ЧС-4Т правая пара окошки сдвинута вплотную к двери машиниста. Это сделано для того, чтобы разместить некий технологический люк Skywalker для выемки мотор-компрессора. И это уже четвертое отличие по кузову, поскольку на ЧС-2Т подобного люка в принципе нет. Пятое отличие, или нарастающим итогом девятое. Боковые решеточки под кабинами у переменника. Для работы колорифера и кондея локомотива. На ЧС-2Т нечто подобное появилось только на самых больших номерах. Та же тема и с передними решеточками под кабиной. С кузовом вроде все. Теперь ходовая часть. Тележки. Они существенно разнятся. Можно сказать, что ЧС-2Т позаимствовал телеги от предшественника ЧС-2. А ЧС-4Т от аквариума ЧС-4. Привет товарищу Третьякову. Хотя обе тележки трехосные, похожие ТРП, однако тип рессорного подвешивания у каждой свой. На ЧС-4Т применяются балансиры, а на 2Т – листовые рессоры. И даже не три на стороне, а четыре. Спиральные же пружины сходны на обоих машинах. Таким образом, во внешнем облике локомотивов мы насчитали целых 10 довольно легко видимых отличия. На самом деле их больше, и мы специально не все назвали, решив предложить джентльменам, которые шарят, дополнить наши скромные повествования в комментах. А внутри отличий, разумеется, значительно больше. Но не будем на этом останавливаться, ибо цель нашего фильма – помочь ориентироваться в многообразии правильных локомотивов тем джентльменам, которые только начинают свой путь на транспорте. Друзья, товарищи, этот ролик выполнен в совершенно новом для нас формате, и выпуская его, мы не знаем, понравится ли он зрителю. Вы уж напишите, интересно или нет, было смотреть на эти винтиклюшки. Если да, то мы завсегда рады переть контент в этом направлении, например, обозреть всю линейку электровозов ВЛ-80 разных индексов. За сим позвольте раскланяться, ставьте лайк или диз, прям не знаю. И да, не забудьте подписку на канал проверить. Подписывайтесь на нашу группу в ВК и Инсту, заходите на стримы. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok